Старшеклассники со всей области проверили свои силы в региональном этапе Всероссийской Олимпиады по ОБЖ. Участники уже сдали теорию, теперь очередь практики. О том, какие сложности возникли у ребят, расскажем в нашем сюжете. Роботу Гоши сегодня пришлось не сладко. У него открылось артериальное кровотечение. Спасти жизнь бедолаге могут только медицинские навыки школьников, но даже самые опытные из них с трудом справляются с экстренной ситуацией. И на то есть ряд причин. Я делал как надо все, только не увидел опорный предмет, который надо было использовать. Но Гоша маленький, неудобный. Я первый раз вижу такой манекен, поэтому я пытался, пытался, но не успел. И Гоша умер. Таких клинических смертей только на региональном этапе Всероссийской Олимпиады по ОБЖ ему пришлось пережить, наверное, с десяток. Но это все во благо медицины и образования. Условия максимально приближены к реальным. Разница лишь в том, что в жизни пострадавшие нажатием кнопки не исцеляются. В перчатках прижимается артерия, накладывается опорный предмет на это место и сверху жгут накладывается. Таким образом кровь останавливается и мы манекена спасаем. Остановка артериального кровотечения – лишь одно из заданий для участников Олимпиады по ОБЖ. Еще школьники показали свои умения в сборке и разборке оружия, стрельбе из него, спасении людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. Уметь надо все и при этом быть на голову выше соперников. Это, пожалуй, один из самых универсальных предметов и знания, которые дети получают на уроках ОБЖ. Дай Бог, никогда не пригодятся им в повседневной жизни. Но, тем не менее, они очень важны для каждого из учеников и для каждого из участников сегодняшней Олимпиады. Ученики областных школ также приняли участие в региональных этапах Всероссийской Олимпиады по французскому и русскому языкам, литературе и информационным технологиям. Впереди их ждут другие предметы из курса школьного образования. Субтитры создавал DimaTorzok